Продолжение следует... Она из Магадана, и вы кормите ее олениной, говядиной, кашами, соотношение непонятно, скорее всего, конечно же, не ветеринарный врач составлял рацион. Это первое. Второе. У вашей собаки есть какие-то приступы, есть воспаление альфавидного сплетения, которого не существует, не существует никакого альфавидного сплетения. Не существует никаких защемлений шейных позвонков, не существует никакого противошокового лечения. Мельгама ничего не лечит, как правило, ни в каких ситуациях. Иногда некоторые врачи его назначают при недостатке витамина. Тиамина, когда было сделано МРТ, и есть признаки тиамин недостаточности. Все. Румалон не лекарство, линкомицин, антибиотик. Никаких показаний для его использования нет вообще. Зачем назначили талфидин? Один господь знает. Ну и так далее. Никакого смысла вот в тех рентгеновских снимках, что вам сделали, нет вообще. Вот. То есть вообще. Зачем сделали ваши собаки эти снимки? Для того, чтобы симитировать какие-то действия. То есть доктору надо было что-то сделать, и он взял и сделал эти рентгеновские снимки. Больше ни для чего. Никакое заболевание найти по этим рентгеновским снимкам, вот под этим, который я вам показываю, невозможно. Поэтому что вам надо сделать? Вам надо снять видео того приступа, который есть у вашей собаки. Точка. То видео, которое вы прислали, не имеет никакого смысла, потому что здесь одетая собачка бегает по траве. Никаких симптомов, никакого заболевания, естественно, на этом видео у вашей собаки нет. Поэтому, если вы хотите и вас беспокоит состояние здоровья вашей собаки, первое, не надо имитировать лечение. Врач сымитировал лечение, вы не поддавайтесь. Вы сделайте видео того симптома, который у вашей собаки есть. Сосредоточьтесь только на этом. Больше ни на чем. И у нас следующий случай. У нас следующий случай. Следующий случай. Следующий случай это кангал герза, один год. Сотрана опирается на лапу, прихрамывая, не упрямляя ее. При наклонении к миске лапа подгибается. Так, смотрим. Подгибается. Собаке один год. Да? И опирается на лапу, прихрамывая на нее. О, слушайте. Такая походка у него очень странная. Я думаю, что я бы посмотрел на... Вот просто по видео, я бы подумал, что... Я бы посмотрел, что у нее с шеей. Вот. Очень такая интересная походка. Я бы выбрасывал лапы. Я бы в шею посмотрел. То есть вот по тому, что вы прислали, я думаю, что проблема... Я думаю, что проблема у вашей собаки в шее. На КТ, МРТ, пришлите с вашей. И будем его обсуждать. Вот. Вот. Все, что надо сделать. А нужно сделать и КТ, и МРТ? Я бы, наверное... Хотя бы что-нибудь посмотрел. Хотя бы, если что, хоть что-то есть. Хотя ничего же нет. Приснали заключение, но не прислали само исследование. А зачем оно нужно? Вот. Надо же смотреть его. Потом здесь речь идет о конечности. Признаки дискоспандилита в год. Прислите просто само КТ. Это все равно, что описывать вкус апельсина. То есть вы пытаетесь мне сейчас описать вкус апельсина и спрашиваете, как вам вкус апельсина? Никак. Потому что вы мне его не дали. Поэтому никак нельзя делать заключение по заключению. То есть большинство врачей в визуальной диагностики пишут, что заключение является диагнозом. Специально для этого. Здесь не написано, но тем не менее это так и есть. Поэтому пришлите само исследование. Ну я вообще, вот по клиническим симптомам, те, которые видны просто вот так на первый взгляд по видео, я бы подумал, что зона поражения находится в шее. И у нас следующий пациент. Паня, ему 6 месяцев. Он из города Днепр. Подозревают ее на эпилепсию. Он подозрителен на эпилепсию. Есть диком. Видео. О, видео. Наконец-то у нас есть хотя бы какое-то видео. Видео, видео, видео. Смотрим, где наше видео. Ой, оно все время перевернуло. Почему же перевернутое видео-то все время? Потому что все снимают с этими телефонами. Ничего непонятно. А что он здесь сидит? Чего сидит собака? Ничего. Просто сидит собака, которая сидит и пошла по потолку. Нам надо видео симптомов. То есть, если у собаки есть хромота, видео, как собака хромает. Если у собаки там еще что-то есть, еще что-то. Это бультерьер, который бегает за своим хвостом. Что обычно свойственно для бультерьеров. Потому что у них такое поведение. Раньше думали, что это вариант эпидемиологических приступов. Потом пришли к выводу, что это просто бультерьер. Я не понял симптомов. Вообще не понял симптомов абсолютно. Еще что там с симптомами? Так. Сначала у нас бультерьер. И что с симптомами? Непонятно. Ничего. Что у нас есть антикология? Вот в жизни все наоборот. Там, где надо делать МРТ, там его не делают. Там, где его не надо, там его делают. Вот. Все наоборот. Мир перевернулся. В разные стороны. Ну вот. И чего? И чего у нас? Белающий за своим хвостом бультерьер. Симптом, как симптом, что симптом за симптом? Ну, бегает бультерьер за своим хвостом. Ну, такая у них привычка. Ничего. Это ничего. Это просто бультерьер, бегающий. Это просто бультерьер. Бультерьеры часто так делают. У них такая привычка. Раньше думали, что это эпилептические приступы. Потом решили, что нет. Это просто бультерьер. На МРТ все отлично. Вот. Назначение. Отчего и амитриптилия. Но вам и назначили амитрептилин, чтобы он немножечко успокоился. Бессмысленная ерунда. Потому что это просто антидепрессант ничего не делает. Если вы хотите, чтобы ваш бультерьер не бегал за хвостом, значит отвлекайте его от этого занятия. Левит-52 не лекарство, ничего не лечат. Левитирцитам тоже зачем-то назначили, я не знаю. То есть действительно доктор мог поставить диагноз эпилепсия, когда собака просто носится за хвостом? Да, было такое у бультерьеров, было мнение, что если бультерьеры необычные собаки, все мы их прекрасно знаем, если бультерьер бегает за хвостом, это воспринималось как эпилептический приступ, потом нет, просто это бультерьер. Вредная привычка? Да, ну не знаю, вредная ли привычка быть бультерьером. У бультерьеров есть вредная привычка быть бультерьером. Отстаньте от собаки. Любите, кормите, играйте, и будет счастье, все, ничего с ним не делайте. Вот. У нас следующий пациент. Девочки лечат одним способом, занимают собаку чем-то другим, дрессировка и все, а это все не поможет. Лекарство не помогает в этом случае, они не должны помогать. Вот. Ну и дальше у нас похожий случай, можно так сказать, когда думают владельцы, что можно лечить лекарствами неизвестную болезнь. То есть нет болезни, они лечат чем-то там, думают, что дают таблетки, они что-то лечат. Ну это обычно, ну это просто телевизор, он делает такие определенные с людьми вещи, когда люди смотрят постоянно телевизор, они начинают думать, что Линекс, который там рекламирует, эссенциально это лекарство, и вот у них уже прям глубоко в сознании появляется такое, прям вот, прям мысль такая, что если я заболел, я должен съесть лекарства, и потом переносит это на кошек и на собак. Ну люди-то бог с ними, пускай они там что хотят делают. Это проблема медицинских работников, да, а наша проблема в том, что то же самое делают с нашими питомцами, с моими пациентами. И поэтому, собственно говоря, мне приходится с этим бороться. И у нас следующий пациент, это кот из Санкт-Петербурга, которому 14 лет, и он тяжело ходит. И владельцы считают, что его можно мелом под названием артрадликан и хондротрон, который ничего не делает, а только улучшает финансовое положение людей, его продающих, поможет их коту. То есть это типичная ошибка, к сожалению, большинства владельцев на первом этапе, вместо того, чтобы спросить у доктора, доктор, чем болеет моя кошка-собака, доносущий кот, начинается имитация действий. И с меня, собственно говоря, просят то же самое сделать. То есть пытаются, чтобы я сымитировал действия, чтобы облегчил ему жизнь. Если вы реально хотите помочь своему коту, единственный способ помочь ему, который существует в этом мире, в настоящем мире, не в мире хондротронов, артрадликанов, травматинов, гомовитов, а в реальной ветеринарной медицине, то единственный способ – это узнать, чем он болеет. После того, как вы узнаете, чем он болеет, вы сможете каким-то образом ему помогать. Помочь вылечить или контролировать его заболевание. Если заболевание невозможно вылечить. Вот и все. Вот в чем смысл. Поэтому хотите помочь – помогите бедному коту. Если вы думаете, что по этому рентгеновскому снимку можно определить, где боль у кота, то нет. Этот рентгеновский снимок сделан просто так, для того, чтобы сымитировать действие. Потому что у абсолютного большинства владельцев есть такой стереотип. Вы пришли к доктору, доктор сделал что-то, а потом назначил что-то. То есть доктор сделал ничего и назначил ничего. Поэтому ничего и не помогает. Потому что диагноза нет. Рентген сделан для имитации действий. А так называемое лечение тоже сделано для имитации действий. Поэтому у кота и нет до сих пор диагноза. Вот и все. Ну и естественно, если мы будем говорить об остеоартрите, то, конечно же, он этими, нельзя назвать лекарствами, да, то есть этими средствами для улучшения финансового положения людей, их продающих, не лечится. И это однозначно четко и понятно. Поэтому узнайте, чем болеет ваш кот. Доктор должен осмотреть, понять, где есть боль, провести диагностику, поставить диагноз. И тогда мы сможем поговорить о том заболевании, которое кот болеет. Вот и все. А пока вы просто имитируете действия, якобы лечите кота. К сожалению, весь наш мир, он в большей части состоит именно из этого. Из имитации действий. Люди делают вид, что они лечат. Делают вид, что они диагностируют, потом делают вид, что лечат. Часть владельцев это устраивает, потому что они, в принципе, согласны, что не хотят заниматься каком по факту. Но есть люди, которые нормальные, и они хотят помочь реально. Ну вот я занимаюсь диагностикой лечения тех как раз пациентов, тех кошек, собак, и работать с теми владельцами, которые хотят реально лечить. Помочь реально. Настоящие действия какие-то. Не имитации сделать. Вот. Это очень важно. Следующий наш пациент. Чихуа, Брауни, ему один год. Вот. По МРТ поставлен диагноз по океаре подобный синдром. У нас обычно всегда такая ситуация. У нас есть собака, никакого симптома, и уже пын, диагноз. Уже сделан МРТ, и уже диагноз. Что с собакой-то? Собака-то что? Что с собакой происходит? Вот. Непонятно. Начало. Что с собакой? Потом какая диагностика? Потом какой диагноз? И это важно. То есть, если вы думаете вот именно так, тогда вы дойдете до... докопаетесь до истины. А если все наоборот, то получается бультерьер, который ходит по потолку. Вот. Как из предыдущего случая. Вот. С несуществующей эпилепсией, которая бегает за своим хвостом. Ну, вот. Такой вот мир. Как в случае с предыдущим котом, у которого вместо того, чтобы лечить и диагностировать, дают мел с... не пойми с чем. Вот. Поэтому. Что с собакой? Смотрим дальше. У собаки судорожные приступы. Вот. Есть видео. Смотрим видео. Важна последовательность. Прям очень важна. Вот. О! Приступ. Очень похоже на то, что вы его мясом кормите. Чем вы его кормите? Мягкий рейлканин. Только рейлканин. И панкреатин. Чурочий. Панкреатин. Без него случаются расстройства живота. Панкреатин. Зачем панкреатин собаку кормят? Панкреатин это какая-то ерунда непонятная. Вообще это пароксизмальная дискинезия. У собаки обычно такое наблюдается при непереносимости глютена. У собак карликовых пород очень часто... Еще бы я поискал бы какой-нибудь... Что-нибудь поискал бы наподобие шунта или еще что-нибудь такое, но собака не похожа на... Опять все перевернуто. Господи, почему же все перевернуто? Весь мир перевернутый наш. Почему она перевернутая собака? Кто мне скажет? Кто-нибудь знает вообще, почему собака перевернутая? Они нормально лежат. Мне надо голову перевернуть или компьютер перевернуть? Или сначала скачать, а потом перевернуть? Вот. Вот. Телефон повернуть. Хотя бы как-нибудь так. Да ладно. Имеем, что имеем. Вот. Ну вообще это пароксизмальная дискинезия. Обычно непереносимость глютена одна из самых частых причин. Вот. И мы просто переходим на, как ни странно, на Хилс КД либо безглютеновый корм. Вот. Еще. То есть обычно делают так. Вот. Смотрите. Обычно делают так. Не МРТ делают. То есть вот почему я сказал, что сначала нужен симптом. Потому что когда мы видим такой симптом, мы не идем делать МРТ. Вот. А просто переходим на низкобелковый. Это избыток белка, непереносимость глютена на первом месте у пациентов с такими приступами. Вот. Не МРТ делаем им. Собака, которая бегает по стенам. Бультерьер бегал по потолку, а вот здесь на собаке сидит нормально. Владимир Валерьевич, а сколько нужно собаку кормить новым кормом? Месяц, где-то. Месяц. Месяц. Где-то месяц переходит на корм, мы месяц кормим. Вот. Вот с этого начинают. И если все в порядке, уже пожизненно? Ну, если все начинают, все еще и слава богу, и все. И на этом заканчиваем. Ну, никто не делает им сравнивать на МРТ. Вот. 18.05. 21. Вот. МРТ. Хитачи. Ничего такого нормального. Хоть и Хитачи. Вот. Нормальный МРТ. Вот. Хитачи есть у всей мелкой братьи, чтобы вам было понятно. То есть я могу вот так посмотреть, о, это Чих у него, Хитачи. Просто потому, что я вижу, что это Чих. Почему у вас есть симптомы? Потому что по симптомам мы видим. Перейдите на низкобелковый корм безглютеновую диету. Но если вы при этом будете давать сосиски со стола, то, в общем, должны пытайтесь этим заниматься. Вот. Все. Вот так надо делать. Все. На этом, с этим случаем все очевидно, понятно. И МРТ хороший способ диагностики, но его надо использовать по назначению. А когда надо? Вот. Не, ну то, что сделали, это неплохо, но сделали, делали, хорошо. Там бы могли быть изменения, характерные для, например, портосистемного шунта, потом бы делали портографию, нашли шунт, наложили констриктор. То есть так тоже делают. Но лучше идти логично, по пунктам, шаг за шагом. Вот. И у нас следующий пациент. Видео, его год, лечили адвранхита и глистов. На УЗИ есть фотоэзот лечения. Вы выявили патологию. Так, значит, у нас есть, давайте реальные вещи. Что у нас есть? У нас есть шпиц. Ему один год. И он кашляет. Вот. Это то, что у нас есть. Все остальное неизвестно. Вот. Хорошо, конечно, все-таки, если есть возможность, все-таки присылать снимки в диком формате. Да, замок и кашляет. Если, кроме кашля, нет ничего, да, еще и фотография. Что это? Фотография, фотик. Господи, с телефона. Скриншот с телефона. О, у вас, какой телефон? Сейчас мы посмотрим. ЛТЕ, мегафон. Это не рентгеновский снимок, это скрин экрана телефона. Вот. Нужно рентгеновские снимки присылать, чтобы их смотреть. Тогда их можно смотреть. Вообще, у рентгенологов есть золотое правило. Не читай, не читаемая. Как только ты видишь не рентгеновский снимок, не читай, не рентгеновский снимок, потому что это не рентгеновский снимок. Это скрин, скриншот экрана телефона. Это вот это. Это не рентген. И если вы хотите, чтобы я посмотрел рентген, пришлите мне рентген. Мне кажется, это логично. Если вы хотите получить мнение по рентгену, так пришлите рентген. Зачем вы присылаете скриншот с экрана телефона? Логики никакой. Вот. Это важно. Вот. Поэтому начнем сначала. у нас есть шпиц, ему один год, и он кашляет. Вот. И у нас есть стеноз и недостаточность клапана легочная артерия, подозрение на дирофилариоз. Вот. Я вижу, что здесь есть какие-то нарушения в районе сердца. Я думаю, что есть смысл обратиться к кардиологам. Вот. Мы можем отправить ваш вот этот случай на собственно говоря нашему кардиологу. Вот. Возможно, он чем-нибудь сможет вам помочь. Вот. Но обычно кардиологи тоже смотрят все-таки пациента. Насколько мне известно, иногда по заключению могут понять, что как бы стеноз и недостаточность клапана легочная артерия. Вот. Но почему он кашляет непонятно. Я думаю, что вам надо начать сначала проводить диагностику. Что у нас по факту есть? У нас есть шпиц, который кашляет. Вот. Есть какие-то рентгеновские снимки, но посмотреть мы их не можем, потому что нам их не прислали. он здесь еще и чихает. То есть здесь он чихает и он кашляет. То есть, скорее всего, у него есть какое-то поражение, судя по клиническим симптомам. Смотрите, судя по клиническим симптомам у этой собаки так, а что у нас? Почему у него звука-то нет? А, потому что этот самый подключен. HDMI кавель. Поэтому не очень слышно. Ну, ладно. то есть это собака, которая кашляет. Значит, где у нее поражение? В носу и верхних дыхательных путях. То есть, у собаки, которая чихает и кашляет, должно быть поражение в носу и верхних дыхательных путях. Здесь вот он чихает, да, явно, и чихнул опять и кашляет. То есть, чихает и кашляет, собака. Почему важны симптомы? Потому что чихающая и кашляющая собака, зона поражения, нос и верхние дыхательные пути кашляет и то после того, как чихнул. То есть, я думаю, что у вашей собаке проблема в носу, а не в сердце. Может быть, сердце тоже там неизвестно, но когда собака чихает, значит, у нее должен быть какой-то процесс в носу. Вот. Поэтому надо сосредоточиться на диагностике носа, носовых ходов и прямо непосредственно вот здесь. А лечили от бронхита? Чем от бронхита лечили? Не понятно. Риноскопия? Да, надо посмотреть на собаку в первую очередь. И если у него есть воспалительный процесс в носовых ходах, то диагностика обычно это риноскопия, осмотр. Это КТ или иногда МРТ. Если это постоянно, то там бывают инородные тела, мы их находим на эндоскопии, чаще всего. Иногда на МРТ, иногда на КТ. Вот. Из того, что... То есть у собаки по клиническим симптомам речь идет о рините, о воспалении верхних дыхательных путей от гребно-носовых ходов. Вот. И все. Чего вы лечили от бронхита? Интересно, чем вы лечили от бронхита? Вот. Ну да ладно. Следующий пациент. Потому что по ним определяем, где болит? Где болит? Где болит? Где болит у той терьера из... Прямо 4 года из Новосибирска? Вот. Значит, у той терьера из Новосибирска начался понос розового цвета, водянистый, очень жидкий, рвота. Поставили капельницу, дали анализы, после анализов начали лечить печень. Нельзя лечить печень, нельзя лечить сустав. Нужно лечить болезни. Органы не лечат. Лечат пациента от какого-то заболевания. Вот. Нельзя лечить печень. Можно лечить какое-то заболевание, которым собака заболела. А печень не лечит. вот. Пум-пум-пум. Значит, так. Так, интересно, чем мы лечили. Гептралом, сиреней, телозином, потом АЛТО и АИСТОЙ. АЛТО и АСТОЙ повышались. Да, это, конечно, важно. Вот. Важно, чем болеет. сменили диету. Вот. Кушаем кашу с нежирным мясом. Гречка, геркулес, курицы, делали узи печенье, КТ, все в норме. Если у вас есть КТ, вы его, естественно, не прислали. Это плохо. Смотрите, у вашей собаки есть какая-то проблема. Да? Есть какой-то симптом, и по симптому мы определяем зону поражения. Потом мы проводим диагностику и ставим диагноз. А биохимические анализы не надо лечить. Надо лечить болезни. То есть, вы переживаете за то, что высокие вы переживаете то, что высокие показатели трансаминаза. То есть, вы, что с собакой? Что сейчас с собакой? Вот, что сейчас с собакой? Вот. То есть, вы сейчас занимаетесь лечением аисты и ауты. Это глупо, непонятно. Не нужно так делать никогда. Ни в каких ситуациях не лечите анализы. Лечите собаку от болезни, которой она болеет. Если она ничем не болеет, не лечите собаку. Это очевидно. Это проважно, потому что вы занимаетесь полной ерундой. Вы делаете собаке не поймите чего, не поймите зачем, не поймите почему. Вот. И это важно. Если вы хотите узнать, чем болеет пациент, то есть, ваш питомец в данной ситуации, а не врач. Хотя врачи тоже смотрят это видео. Что вы должны сделать? Первое, вы должны определить источник боли, если это есть боль какая-то, источник поражения, то есть, локализовать, где есть заболевание, где есть заболевание. Потом, после того, как вы локализовали, где есть заболевание, для владельцев говорю это, чтобы было понятно, то есть, где оно кроется. В шее, значит, делали КТ, делали МРТ, нашли там, сингамилию, полечили. Это заболевание, нашли причину, прооперировали, расширили затылок. В другом месте, в локте, у больших собаки, медиальный отросток фаргументировался. Нашли, пошли, делали КТ, нашли медиальный отросток, с аптроскопом залезли, убрали. Алгоритм диагностики для шеи один, для локтя другой, для тазобедренного сустава другой, никак для локтя. Если в вашей ситуации, я не могу понять, просто где локализация, потому что собаку просто банально не вижу, но если врач определил локализацию в печень, то какова диагностика? Диагностика биохимические, клинические анализы крови? Да. Дальше УЗИ, КТ, и если по этим всем исследованиям мы не можем до конца поставить диагноз, но КТ обязательно, что там контраст должен быть введен, потому что есть куча сосудистых нарушений. то есть если говорить о печени, шунты и так далее, дефекты развития сосудов печени, это наверное в моей практике на первом месте, поэтому если сделали КТ, не сделали ангиографию, это ничего. С точки зрения диагностики КТ, диагностики именно заболеваний печени, а дальше гистология, потому что без гистологии большинство болезней печени ставится по гистологии. Не сделал гистологию, не получил диагноз. Все, что касается заболеваний, болезней печени, там есть три КТа, вот таких базовых исследований, которые прям не сделал, не получил. Но понятно, что это анализы крови начинают, но главное, вот базовое и окончательно это сосуды, это ангиография. Второе базовое это гистология. То есть пока вы этого не сделали, ничего не сделали. Вот и все. Поэтому к сожалению КТ я посмотреть не могу, потому что мне его опять не прислали. Вот. Прислали какие-то картинки. Вот. Зачем они прислали мне эти картинки? Я ничего не понимаю. Зачем картинки прислать и спрашивать? Вот я не понимаю. Прислать скриншот с экрана телефона и спросить, а что на рентгене? Ну, прислать скриншот. Спросить, что это самое на КТ, но не прислать КТ. Вот в чем логика. Непонятная логика русская. Вот. Желостные кислоты у вашей собаки повыше, чем нормальные. Вот. Поэтому возможная локализация и в печени, да, вашего заболевания. Но надо диагностику проводить дальше. Вот. И это прямо важно. Ну, и КТ хоть пришлите, я хоть посмотрю. Я вижу, здесь какие-то там контрасты вводили. то есть, судя по этой картинке этого КТ. Я хочу, ну, посмотрю, потому что это прямо важно. Вот. Ну, дальше гистология. Вот. Все, что надо делать в этой ситуации. Вот. Что делать, что делать. Пройти весь диагностический алгоритм. Вот. 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 опять же, если собака не анализы высокие, а если собака болеет. Вот. То есть, есть проявление боления. Вот. Это важно. И следующий пациент. Следующий пациент у нас. Чихуа Бонья, ему 7 лет, он из Москвы. А вот были приступы, перешли на вражника гурман, до этого кормили натуралкой. Приступы. Какие приступы? Восьмой пациент. Смотрим восьмого пациента. Главное симптом. Собака лежит на подушке. Смотрим, что с собакой. То есть, у нее приступ собака лежит на подушке. Или что? Смотрим дальше. Он просто лежит или он тресет или он может еще важный момент, может ли собака стоять? Будем смотреть дальше. Или он просто так лежит, а вы его гладите. Или он не может встать? Вот это важный момент. То есть, может ли он встать? Может ли встать, он или не может? То есть, он лежит, потому что он не может встать? Или он просто лежит? И можете ли вы его позвать, а он как-то среагирует? И в тот момент, когда он среагирует, соответственно, тоже это надо понять. Но это не похоже на какой-то тип эпилептического приступа, конечно же. Здесь он вообще просто спит. Какие-то у него подергивания. Такие подергивания мышц обычно встречаются у тех пациентов, у которых есть раздражение в шейном отделе. Тут важно понять, он может стоять или нет. в этот момент. То есть это вынужденное его положение, да? Потому что он по-другому просто не может. Вот это очень важный вопрос, на который надо получить ответ. Ну вот на этот вопрос надо получить ответ. Вот. И у нас опять есть заключение. нет МРТ. Вот. Первый вопрос. Он может встать или не может встать? второе пишите МРТ и я его посмотрю. Все. Ну то есть нельзя посмотреть МРТ, который мне не прислали. С просьбой посмотреть проанализировать то, чего не прислали. Сложно это проанализировать то, чего не прислали. Прошлите самой МРТ. Я понимаю, что владельцы думают, что то заключение, которое присылает, которое пишет, оно что-то стоит и что-то значит. Оно очень редко что-то значит. Даже когда там написано, что там болезнь дисков первого типа, но для того, чтобы понять любой доктор, который занимается неврологией или любым чем угодно, он должен увидеть само исследование. Потому что толку от заключения мало, если не сказать никакого. Для чего я его читаю? Я его читаю для того, чтобы я посмотрел МРТ, я посмотрел собаку, и если я что-то пропустил, а такое бывает, я это увижу еще в заключении. То есть для того, чтобы проверить себя, что же я там мог случайно пропустить. Вот для чего нужно заключение. больше не для чего. Но если я не посмотрел само исследование, я не могу проверить себя, что я там пропустил, и прочитать это заключение. Потому что я само исследование не посмотрел. Это же логично. Поэтому первое, может ли этот приступ собака стоять, или это вынужденное, независимо от желания собаки положение, то есть надо попытаться встать и заснять, как это происходит. первое. И второе, если уже сделали МРТ, ну пришлите хотя бы в МРТ. Вот. Важно. Это. Следующий пациент у нас из Якутска. Ему 7 месяцев. Впервые захромал на правую переднюю лапу в 4,5 месяца. В августе причину установить невозможно. Собака энергичная, прыгающая. травм по снимку не выявили. Травмы выявляют не по снимку, а по осмотру. Вот. Назначили травматин и покой. Лечение не помогло на самом деле, а собака как хромала. да, слушайте, ну, я понимаю, что производители травматина для того, чтобы они хорошие сделали маркетинговый ход, потому что большинство людей думают, что если есть собака захромала или кошка захромала, значит у нее травма, а раз травма, то травматин, то есть такая простая логическая цепочка. Вот. И, ну, и назвали свой физраствор травматином, то есть расфасовывают во флакончике физраствор и продают его там в 10 раз дороже, чем он стоит, и вот, и все. А так как в большинстве случаев большинство болезней, которые, которыми болеют наши пациенты, проходят самостоятельно, да, в лечении или идут следующим путем ситуация ухудшилась, потом ухудшилась, 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 и поэтому люди думают, что, что бы ты не назначил, какую воду бы ты не назначил, все равно получишь результат, потому что время лечит. Это очень важный момент. Вот. Лечение начинается только после диагноза. Я понимаю, если вы не врач, вам сложно это понять. То есть, любое лечение может начаться только после того, как поставлен диагноз. То есть, я понимаю, что людям, которые врачами не являются, это понять сложно. Поэтому я пытаюсь это разъяснять. То есть, есть пациент, есть симптом, есть диагноз, есть лечение. В другую сторону это не работает. Вот. Это очень важно. я понимаю, что люди пытаются лечить симптомы и думают, что симптом можно лечить. Можно лечить болезнь, не симптом. Продолжим дальше. Полы дома застелены ковром, питание только на сушке, релаконин, папе, хорошо. По крайней мере, хотя бы хотя бы сбалансированное питание. Это прям супер. Вот. В сентябре появилась легкая хромота на левую переднюю лапу. При нагрузке вот, ничем не лечили. Вот, собственно говоря, понятно, как и в первый раз тоже ничем не лечили. Потом хромота снова на правую переднюю лапу. Пониженная активность в ночное время паскуливания. При паллипации отмечается выраженная болезненность в области правого плеча и правого плеча. Если есть проблема у молодой собаки в плечевом суставе, обычно там чаще всего там бывает расставящийся хондрит. Вот. При вытягивании правой передней лапы очень сильно скулит. Значит, надо понять, где болит. Локоть или плечо. Потому что, если в плечевом суставе есть боль, то там в первую очередь то, что мы ищем, это рог расставящийся хондрит. А если при вытягивании лапы вы все равно вытягиваете и выпрямляете локтевой сустав, то тогда что мы там ищем? Расставящийся хондрит и фрагментацию медиального веечного отростка и фрагментацию анконеуса. Вот. При паллипации отмечается болезнь трубчатых костей вот. Однозначен привикокс. Вот. Привикокс хорошее лекарство. Оно убирает боль. Ну, не лечит ни одной болезни. Если есть боль, то мы иногда думаем у молодых собак, что это панастоит. Он проходит сам, либо для того, чтобы облегчить, просто облегчить жизнь. Собаке назначаем привикокс или другой нестероидный противооспалительный препарат, иногда стероидный. Значит, принимали семь дней, хромота прошла, полное восстановление в движении. Плохо то, что не установили диагноз, потому что если вы даете препарат, который уменьшает боль, они хорошие, они помогают, они лечат, убирая боль. Лечат воспаление, не лечат болезнь, лечат воспаление, убирают воспаление, не лечат основное заболевание. Они дают возможность пациенту поправиться самостоятельно, если речь идет о фанастоите, потому что болезнь проходит, так или иначе, все равно сама. Первое. Второе. Если есть растающий стихандрит, или есть фрагментация медиального меничного отростка, или анконеуса, и вы дали нестероидный противовоспалительный препарат, то вы получили результат. Отличный. Боль прошла, но болезнь не прошла. Почему я говорю, что важно лечить не симптомы, а болезни. Не признаки болезней, это симптомы, симптомы, это признаки болезней, а лечить сами болезни. Потому что, если вы делаете наоборот, после этого фрагментированный медиальный венечный отросток, он изменил анатомическое строение сустава, а вы дали нестероидный противовоспалительный препарат, никак не повоздействовав на основное заболевание. Что собака начинает делать? Я здоров, я... И пошла двигательная активность. А медиального отростка-то нету. И получается разрушение сустава. И потом вы с нестероидного противовоспалительного препарата не следите никогда, потому что вы его использовали для убирания симптома, а не для лечения болезни. Это легко понять, ну, потому что нельзя лечить симптомы, надо лечить болезни. Вот. Вот. Дальше. Что там дальше? Я не вижу мыши. Что там? Вот. А вот так и получилось, да? То есть вы дали этот, как его называют, там, НПВС, будем так называть, не будем называть название препарата. Вот. Любой, потому что иначе будут люди думать, что какой-то препарат был плох. Просто какой-то НПВС. Вот. Но не уменьшили движение. Да? Вот. Скорее, все так было. А обрадовались. Хоу, собачка поправилась. Вот. Могу поспорить на 20 долларов, что так и было. Вот. Снова хромота на правую лапу примерно с конца октября. То есть у вашей собаки есть какая-то проблема в, скорее всего, либо плечевых, либо локтевых суставах, скорее всего, да? И надо, судя по тому, что вы описывали напрямление и все остальное, надо понять, что там. Вот. Пять провалилось. Вот. Значит, надо делать рентгеновские снимки. Нет возможности делать КТ и МРТ. Мы делаем КТ и все. Если нет возможности делать КТ, значит, надо поехать там, где делают КТ. Это будет проще, лучше, точнее и надежнее. Невозможно сделать. Тут все говорят, а как же вы лечили раньше, когда у вас не было КТ? Вот как я вам расскажу, как я лечил раньше тех пациентов, у которых была боль в локтевом суставе и в плечевом суставе? Я делал следующий образ. У нас не было КТ, не было МРТ. Мы этих пациентов точно так же лечили. Делали следующее. Мы делали рентгеновские снимки в определенных проекциях. Для локтевого сустава есть несколько укладок, для того, чтобы увидеть медиальный веечный отросток, канеус увидеть, мышчилок латеральный, плечевой кости. Это мы все видим при определенных укладках. То есть, если мы видим фрагмент медиального веечного отростка, мы делаем артероскопию и убираем этот фрагмент медиального веечного отростка. Все. Если мы сделали рентгеновский снимок плечевого сустава, видим, что там есть признак ярославящего остеохондрии, мы зашли туда. Я это делал 20 лет назад, 17 лет назад, нет, лет 17 назад это делал, когда не было КТ. То есть, мы клали собаку, делали артероскопию, доставали этот фрагмент. Вот и все. Вот так делали. По рентгеновским снимкам и по дальше артероскопии. До того момента, как появилась артероскопия, делали артеротомию. Не могу сказать, что прям вот такой, ну, понятно, в артероскопии есть абсолютно свои хорошие прям стороны, потому что там куча сейчас не по артероскопии лекция, но просто поверьте, артероскопия лучше, чем чаще всего при большинстве заболеваний. Не всегда так, но вот так вот. Поэтому снимки нормальные, рентгеновские, прям такие, какие должны быть. Локтевых суставов, плечевых суставов. То есть в отсутствии КТ можно сделать рентгеновские снимки? Да, можно, здесь есть, сейчас мы посмотрим какие-то снимки, возможно, нам станет очевидно и понятно сразу по ним. Вот. Проблема всей, вот у вас есть снимки, да, мы их сейчас будем смотреть, вот, наконец-то прислали рентгеновские снимки, а не скриншоты телефонов. Вот, чем отличается рентгеновский снимок от скриншота телефонов. Вот. Тем, что можно посмотреть, можно увеличить, можно добавить контрастности, вот, все, что угодно можно сделать. Вот. Это шутка, Так смотреть не надо, но, вот, поэтому смотрим сначала. Повернуть, перевернуть, увеличить контрастность, увеличить размер. Но, важным, что является в рассмотрении, перед тем, вот, рассмотреть рентгеновские снимки, надо провести ортопедический осмотр. Прямо взять и провести ортопедический осмотр. И обнаружить локализацию боли, а не по рентгеновским снимкам определять, где болит. Вот. Потому что это делать невозможно. Потому что это даже плохо так делать, потому что, почему это плохо делать, потому что потом мы начинаем, увидели там фрагмент медиального вещества, плечевом суставе. То есть вот в этой зоне, когда делает именно непосредственно сам плечевой эффект, посмотри, может есть плечевой сустав, вот в этой зоне будет фрагмент кости, дефект. Вот. Здесь деланы снимки, видно, что нету дефектов явных, никаких вообще в локтевых суставах. в локтевых суставах нету ничего. Такого, чтобы прямо о, точно сто процентов это. Прям круто. можно видеть прям структуру костей. В этом разница между диком и скриншотом или фотографией монитора. Потому что там ты видишь пиксели монитора, а здесь видишь структуру кости. По поводу панастоита, на самом деле возможно, да, по рентгену это настолько не очень видно, как на КТ, но мне кажется, что признаки да, скорее всего, есть. Но это не очень точный, не очень точный диагноз. При как раз КТ диагностике это видно гораздо лучше. Но вот чего-то явного по рентгеновскому снимку я не вижу по рентгеновским снимкам. Важно понять все-таки где боль. Прям локализация боли важна. То есть сначала локализовали боль, а потом понимаем и уже исходим из именно локализации боли. Потому что здесь снимки например локтивных суставов, да, но если вы говорите, что при вытягивании лапы тоже опять же есть могут быть проблемы в плечевом суставе, да, то есть а попытка провести диагностику именно плечевого сустава здесь я так понимаю, что даже не проводилось. Да, локализация важна. это может быть запросто, то есть болит плечо, а делать локоть в надежде найти там фрагмент. Вот. Поэтому попробуйте начать следующим образом. определить четкую локализацию, потом провести рентген. Если это плечо, ну, там есть определенные болезни, да, плечевого сустава, которые я вам, собственно говоря, уже озвучил. Вот. У нас есть еще видео. Посмотрим видео. Видео иногда важнее даже, чем рентген. Так, так, так. Видео плохо трогать, не потрогать через монитор. Хромоту можно увидеть, иногда очень четко и хорошо видно на видео. Сложно по рентгену понять, что не так, никак точнее не понять. Если там нет что-то там перелома, который видно и так, да, там остеогенный сарком какой-нибудь. Ну, больше так похоже на хромоту правой грудной конечности. локализованы. То есть локализованы, по крайней мере, мы локализовали конечность, да, ну, в принципе, вы сами пишите, что это правая, то левая, да, то есть конечность локализована. Теперь надо локализовать в каком конкретно месте, в каком суставе боль. Потом провести диагностику именно этого сустава. Не все видно на рентгене, часть болезни видна на КТ, на МРТ или на артроскопии. То есть вот, но когда я знаю, что болит плечевой сустав, я вижу, что я не вижу ничего на рентгене, да, или мне кажется, что я вижу, но я не уверен, я просто делаю тогда артроскопию, но я артроскопию делаю, потому что я уверен, что болит именно тот сустав, который болит. То есть я просто провожу дальнейшую диагностику, когда не было у нас КТ, не было МРТ, я просто артроскопию делал, то есть я делал снимок, я не видел каких-то существенных изменений, но был на 100% уверен, что болит, например, локоть. И причем при пальпации я понимал, что со стороны медиального веничного отростка, но не видел на рентгене каких-то вот прям явных таких изменений, но знал, что локоть болит. Тогда я делал ортроскопию, потому что именно локализация боли, она важнее даже в этой ситуации, чем рентген. Следующий пациент, Аки Таина. Четыре месяца, Сергея Апасада, дисплазия ТБС, доктор сказал, что поздно делать симфизодез, назначили лекарство. Какое лекарство? Вот. Какое лекарство? Вот. Какое лекарство? Информации нет, но можем поискать. Ну, какого. Вот. Какое лекарство? Смотрим снимок. Вот. Так, может быть. Так. Может быть, пойдем в дикоме. Может быть, случится еще что-нибудь. Ой. Назначение, к сожалению, не прислали. Какое-то лекарство. Какое-то лекарство. Проблема в том, что, ой, слава тебе, Господи. Опять диком формат. Прям все супер. Слушайте, ну, опять нет. Чего там с арталами? А, зато здесь есть... Ну, да. Да. Ну, я думаю, что... Я думаю, что прям... Я бы сделал остеотомию. Вот. Симфизодез, точнее. Ну, симфизодез. Чтобы, как раз, не делать тройную остеотомию в 7-8 месяцев, там, или попозже. Я бы, наверное, там, вот в 4 месяца я бы с симфизодез сделал бы и все. Вот. То есть, уже сейчас? Да. Прямо сейчас. Прямо сегодня. То есть, сегодня 4 месяца, я бы сегодня сделал бы... Прямо сегодня сделал бы симфизодез. Все. Все. Даже вот, исходя из тех данных, которые есть, тех рентгеновских снимков, которые есть, и... Да. Вот. Давай, сейчас следующий случай. Давайте следующий случай. Следующий случай у нас... Килетка Джема, ей 13 месяцев. Она живет в Лондоне. На прогулке с 6-5 месяцев поджимает задние лапки. Чаще левую, только на улице. Никаких признаков боли не проявляет. Очень активная. Вот. Иногда у этих... Этой породы это бывает просто... Привычка такая. Важно определить, опять же, есть ли боль. Вот. Греблетка бегает, ну... Поджимает. Слушайте, я бы вот посмотрел бы вот такой левретки. Сухожилие... В общем, здесь на... На передней лапе хочу, кстати, показывать. На задней лапе. Есть там такое сухожилие пальцевого сгибателя. Вот его надо потрогать. И посмотрел бы, есть ли наличие в их коленных чашек. То есть собачке... Сколько у них получается? Год, да? Что-то там. Да, год. Ну, год. Вот. То есть вот такая периодическая хромота, она бывает при в их коленных чашек. Прям сильной боли может не быть. Просто неудобно бежать. Вот. Короче, ортопедический осмотр. Слушайте, я сейчас попробую, конечно, в моем компьютере. Сам бог. Ну, черт, много условий оттащил. Я попробую что-нибудь найти. Сейчас, секундочку. Как это выглядит. Так, 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 так. Попробую. Что посмотреть? Что посмотреть? Что посмотреть? Что посмотреть? Если... Если получится... Во! Вот такую штуку. Сейчас будет на видео. Давай, штука. Это являйся. Поэтому... То есть вот это проверить надо. И коленную чашку, надо поверить. Может быть, это... Я не знаю. Собоку надо смотреть, понятное дело. Ну, вот это из того, что есть смысл смотреть. Вот. Пам-пам. Вот. То есть вот такое я бы подумал бы. В первую очередь. Что там нас пишет еще? Так. Скорее всего, значит, врач... Переломы... Какой перелом? Собака... Кого перелом? Нет. Переломы-то... Собака вообще не ходит. Травмы не видит. Конечно, такая травма там очевидна. Травма это всегда... Смотрите. Травма это всегда так. Не может быть такое, что вы себе протнули руку гвоздем, а кровь у вас появилась через там пять дней. Нет. Так не бывает. Если вы ударили себя молотком по пальцу, то палец у вас будет болеть сейчас. Причем сейчас он у вас будет в ту же секунду болеть гораздо сильнее, чем через три дня. Поэтому это очень важно. Все, что касается травм, переломов, вывихов, так далее, так далее, так далее. При вывих коленной чашке это просто слово вывих коленной чашки. Это не вывих. Не тот вывих, который связан с травмой. Каким так. При травме всегда сначала очень плохо, а потом потихоньку лучше. Потому что организм себя сам восстанавливает, и через пару недель он там, или там через месяц-полтора себя восстановит. Даже при переломе. Поэтому понятно, что там ни о какой травме речь не идет. Видит всего нагрузку на колени и предположила релуксацию пателлы первой степени, левой, что тут предполагает, там ее видно. То есть она либо есть, либо нет. Рентген не предлагали делать правильно, потому что вы их коленной чашке диагностируют глазами. Просто. То есть никаким образом не диагностируют. Сейчас я покажу вам, как диагностика вывих коленной чашки. Так, так, так. Так, сейчас я покажу вам, как ставится вывих коленной чашке. Так, где же у меня какой-нибудь вывих ТБС? Так. Пам-пам-пам. О, кстати. Так, так, так. Много этих вывихов. Вывихи ставятся просто посмотреть глазами. Вот, больше никак вообще. То есть это прям, никаких других вариантов нет. Поставить диагноз. Вывихи ставятся именно так. Да, здесь у нас вывих ТБС. Какое-нибудь видео найду. У меня там тысяча этих видео. Вот как ставится вывих. Диагноз. То есть вот коленная чашка, она находится либо внутри, либо наружу. Идеальный вывих. То есть просто глазами. Других вариантов нет поставить. И степень тоже определяется именно по... То есть степень вывих, она определяется глазами и руками. Других вариантов вообще нет. Ну, это перед операцией. Я просто показываю, практически перед любой операцией показываю, как диагностика проводится. Вот сейчас это будет видно. Вот коленная чашка вне блока. Сейчас она будет внутри блока. Вне, сейчас будет внутри. То есть вот так ставится диагноз. Поэтому мы не предложили делать рентгеновский снимок. Потому что по рентгеновскому снимку это не ставится диагноз. То есть вывих коленной чашки, разлив передней кистовидной связки ставится именно глазами. Здесь у собаки вывих коленной чашки, разлив передней кистовидной связки. То есть диагноз ставится вот так. Вот. Здесь у собаки как раз это и видно. Разлив передней кистовидной связки, синдром выдвижного ящика. И вот. так ставится диагноз короче о чем дальше хотел бы вам сказать о том что надо поставить диагноз вот посмотреть то что вот я только что показал амипразол не знаю зачем он назначили ничего он не делает никак на лапы не влияет вот нужно просто диагноз и уже лечение от той болезни которой собака болеет если в этом будет необходимость чего больше ничего и следующий наш пациент до города хаски из волгограда и что у хаски из волгограда хаски из волгограда неожиданные приступы у хаски из волгограда приступы приступы так приступы случился приступы нежные движения бег по кругу без остановки под кашелью с лапы падал на бок вставал и снова бежал истерично лаял и порывался бежать дальше поэтому не должны быть какие-то нарушения функции коры головного мозга скорей если по кругу то он где-то в области таламус среднего мозга вот но потерял сознание вот успокоить могли только мере релаксантом сегодня писк повторился не может спать повторяются манежные движения влево вправо на бок вот понимая происходить сколько им возраст 8 лет что на мрт а у нас видео еще есть надеюсь что это видео приступа куда побежит что-то делать пытается бедная собака ну да ну корей все по того что вы говорите это по описанию и по видео очень похоже вот из локализация головной мозг анализы крови ну это тоже да так почему смотрят анализы крови не надо чтобы там найти прям болезнь а потому что ну чаще всего там нет а для того чтобы понять некоторые показатели которые важны по важны креатинин мочевина очень важны вот к сожалению здесь нет норм вот вот прошу как в лаборатории они могут отличаться ну глюкоза она чаще всего одинаковая вот но в чем проблема в том что манежные движения они обычно связаны с определенным поражением определенных зонах сейчас посмотрим мрт смотрим мрт нормально хорошая мрт у нас прям это может быть приступ эпилептический на самом деле может быть мы когда вот такие случаи нет очевидных поражений в головном мозге про по мрт да прям прям очевидного там и по чему инфекции какого-то абсцесса воспаления не инфекционного какого-нибудь цифолита нет опухоли а есть какие-то приступы дифференциации ну я я ставлю дифференцировать просто делаю г ну потому что так могут протекать эпилептические приступы а когда нет органических каких-то структурных нарушений головного мозга по мрт м то есть структурных изменений головного мозга нету да а мы смотрим приблизительно вот эту зону который сейчас обвожу вот здесь вот смотрим движение по кругу те пациенты которые двигаются по кругу чаще всего в нем в этой зоне поражения или где-нибудь вот здесь то тогда дифференциальная диагностика именно с точки зрения типа приступа да то есть это может быть вариант эпилептического приступа один как дифференцировать ну а дифференцировать по по энцефалограмме по энцефалограмме то есть структурных изменений нету поэтому один из дифференциальных диагнозов должен быть конечно же это может быть приступ эпилептический если они появились недавно то есть раньше их не было собака уже не молодая получается до 8 лет то приступы могут все равно появляться и в позднем возрасте явных структурных изменений я не вижу то есть если нет структурных изменений и не приступа собака нормальная то думают об эпилепсии без структурных изменений вот она у молодых собак называется у немолодых собак называется криптогенная у молодых эпилепсия без структурных изменений генетическая либо и диапатическая есть еще варианты такие что приступы могли быть собаки раньше например да но их просто не видели потому что они были там единичные потом они участились но но это явно там атрофии коры головного мозга у пациентов которых очень часто эпилептические приступы происходит атрофия коры головного мозга тут тоже нету вот значит что бы я тут поискал я бы подумал о новообразованиях поджелудочной железы при инсулиномах бывает похоже состоянием вот иногда бывает при на образованиях надпочечников вот я бы там поискал поискал бы вот и ответил бы в первую очередь наверное все таки на эти вопросы вот медицин ничего не лечит нет нет смысла все это использовать потому что нет диагноза то есть я бы сосредоточился на постановке диагноза и из постановки диагноза чтобы на что бы я обратил внимание на я бы как раз обратил внимание на состояние поджелудочной железы на образование инсулиномы я бы там поискал и на образование надпочечников я бы поискал бы надпочечников соответственно это вот с того чтобы я начинал вообще диагностику несмотря на то что есть мрт то есть собаки с приступами с теми симптомами которые мы описали из таким мрт я бы поискал структурные нарушения точнее однообразование надпочечников и поджелудочных в первую очередь вот так бы я сделал вот и на следующий пациент есть есть у нас пришло письмо зайдите пожалуйста в папку случай для эфира сейчас мы зайдем в папку случай для эфира самое верхнее так случай для эфира так так сверхшнауцер два года да и там видео так загрузить видео видео загрузись ой сейчас оно загрузится значит у нас сверхшнауцер блэк два года из Петрозаводска заметили что подволакивает заднюю правую ногу вот лапку подтягивает конечность при ходьбе ногтями задевает поверхность начинает стачивать когти осмотр не выявил какой-то болезненности в ветеринарном врача не выявил какой-то болезненности при пухлости ну так смотрите если он стачивает когти это у него не будет в лапке у него скорее всего в спинном мозге будет проблема вот прямо вот вот в чем смысл так 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 если собачка начинает стирать когти я бы первое что подумал что у него есть проблемы с иннервацией конечности вот то есть не в лапке дело скорее всего то есть то что вы описываете скорее всего не в лапке дело вот сейчас я вам просто покажу видео сделайте вот так и так так про рио блин сколько этих видео на этом канале что я теперь уже не могу ничего найти ничего не находится на нем вообще ни черта не поймите теперь что ж такое то а а сейчас найдется так так а почему если подволакивает собака лапку сразу подозреваете в проблеме с спинном мозге а потому что стирает когти и если собака стирает когти значит у нее нарушена проприорецепция скорее всего а проприорецепцию проверить очень легко за пять ой 59 секунд вот собачка она берем собачку и ставим так лапку если у собачки лапка не выпрямляется быстро значит у нее проприорецептивный дефицит значит у нее поражение нервной системы вот и все то есть лапку ставим в правильное положение да если она ее не убирает значит это если не убирает лапку значит вот так держит как сейчас идет на видео значит это точно поражение нервной системы и значит лапка тут вообще ни при чем и надо искать поражение в там седалищном нерве возможно да там и так дальше и так дальше и так дальше Но этот тест можно сделать, в принципе, запросто даже владелец. Может одна лапка не ходить нормально, может две не ходить нормально, могут стираться. Вот так можно ставить лапу. То есть собачка не понимает, что у нее лапка не в правильном положении. Да, так и есть. То есть собачка не понимает, что лапка находится в неправильном положении. Если интересно более подробно, то надо найти видео, где проходит неврологический осмотр. Это большая тема, но такую маленькую диагностику может провести даже владелец и по тому факту, что стираются эти самые, чтобы уже заподозрить такую проблему. Как подтвердить? Неврологический осмотр провести. Надо провести неврологический осмотр. То есть доктор должен просто провести неврологический осмотр. Для того, чтобы провести неврологический осмотр, нужен ничего. Нужен просто доктор. У доктора должны быть глаза и руки. То есть для проведения неврологического осмотра нужен только доктор и только с этими самыми какими-нибудь минимальными знаниями, чтобы провести неврологический осмотр. Пора заканчивать уже с сделанием видео на канале, потому что уже ничего не могу найти. Владелицы интересуются, а если нет, если собачка возвращает лапку в правильное положение? Значит, у нее скорее всего не неврологический дефицит. Тогда что делать? Что искать? Когда найти причину. Вот. Тогда нужно... А для этого я уже сказал, что делать, провести неврологический осмотр. То есть вот неврологический, ортопедический осмотр, мне так и называется, неврологический и ортопедический осмотр. То есть для того, чтобы определить зону поражения, доктор проводит неврологический, а он же ортопедический осмотр. Потому что доктор никогда не знает, осмотр будет неврологический, либо он будет ортопедический. Когда ко мне приходит пациент, я же не знаю, это пациент невролога или ортопеда, поэтому проводится осмотр, то есть лекция по тому, как проводится неврологический ортопедический осмотр, вот 4 часа 53 минуты. Но на самом деле осмотр делается от 2-3 минут, надо быстрее даже, вот. Иногда понятно, то есть просто пропорецепцию проверили, пропорецепция нарушена, значит это неврологический пациент, значит мы находим зону поражения, там делаем какую-то диагностику и находим болезнь. Если собака стирает, просто это факт, собака стирает когти, если собака стирает когти, значит у него проблема точно есть, раз у него есть точно проблема, значит ее надо найти, вот. Ну и чаще всего они стирают когти именно по причине именно нарушения функции нервной системы. Если собака, если собака выпрямляет лапу не сразу, то есть она, то что на видео, это очень большие нарушения, в норме собака не должна даже давать поставить лапу, то есть она сразу и выпрямляет. Вот. У нас это последний случай, могу попробовать сейчас еще найти что-нибудь такое, чтобы было понятно, возможно будет что-нибудь понятное. А пока ищите, можно вопрос? Да. Владелица левретки спрашивает, при вывихе коленной чашечки нужно ли делать операцию? У кого? Левретка из Лондона. Если это мешает собаке, да. Если не мешает, то нет. Значит, какая причина, как вообще подходит к вывиху коленной чашки у собак, если есть вывих коленной чашки, нам надо понять, делать операцию или нет. Так вот, какие критерии? Критерии следующие. Если собаке это мешает, надо делать. Значит, у собаки есть болезнь, а раз есть болезнь, болезнь надо лечить. Первое. Второе. У собаки, у собаки, собаки на выставку надо. А раз собаки на выставку, значит, на выставку с вывихом коленной чашки не берут. Вот и делают операцию. Вот. То есть, поэтому, вот как реагирует нормальная, здоровая собака на проведение проверки отсутствия, ну, наличие прооприцептивного дефицита. То есть, здоровая собака, она, в принципе, не дает конечности поставить вот таким вот способом. Обратите внимание, что на передних и на задних лапах он, как ты не ставишь, он мгновенно ее упрямляет. То есть, даже никакой минимальной задержки нет. Вот. А если есть хотя бы какая-то минимальная задержка, значит, уже есть нарушение прооприцепции. Вот. А по поводу из Лондона, из Лондона, из Лондона. А вот я уже показывал это видео, да, так, ну, вот. А владелица пишет, что лапку убирает, ставит нормально. Значит, надо искать дальше. Проводить дальнейшее. Сразу двух, 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 двух четырех. Вот это, посмотрите, в Лондоне. Вот. А, кстати, и в Петрозаводске тоже. То есть, это же все неврологический, ортопедический осмотр. Вот. Потому что, вот, это большая тема. То есть, проблема в том, что и в Лондоне, вы видите, в Лондоне еще, там, в Лондоне есть нормальный, там, Фрис Патрик недалеко там живет, где-то в Лондоне. А рядышком? Да. На соседней стритке. Да, маленькая страна. Так, к какому врачу идти с собакой, если она лапку обратно ставит в нормальное положение? Ну, неврологический, ортопедический осмотр, это делает один врач. А, ну, в любом случае нужно идти. Да. То есть, это доктор, который проводит неврологический, ортопедический осмотр. Ну, я не знаю, вот приходят ко мне пациенты, я понятия не имею, он вообще пациент невролога или ортопеда. Я не знаю. Я в ходе диагностики провожу диагностические мероприятия и понимаю это. Пациент имеет поражение нервной системы или нервной. Вот. А какие, собственно говоря, задействованы, то есть, если есть нарушение движения, то какие органы, органы, то есть, что не так работает. То есть, не так работает это суставы, кости, мышцы, связки и нервная система. То есть, вот пять таких очень важных. То есть, это, скорее всего, не кожа. Да. То есть, если есть нарушение движения, то есть, вот мы у обоих собак обнаружили нарушение движения. Какие системы мы исследуем? Что в Лондоне, что в Петрозаводске, без разницы вообще. Хоть на Марсе, хотя на Марсе, наверное, нет собак. Но если бы они там были, было бы то же самое. То есть, мы исследуем суставы, мы смотрим, в каком состоянии находятся кости, в каком состоянии находятся мышцы, в каком состоянии находятся все связки, которые мы можем происследовать. А так как там задняя лапа и там задняя лапа, то конечность, да, конечность вообще называется, то связки, это передняя кистовидная связка, вывих коленной чашке мы смотрим, да. Ну, а нервная система понятна, да. То есть, мы, кстати, нарушение функции нервной системы тоже может вызывать нарушение движения. И у лиуретки в том числе, но если там уже врачи смотрели и знают, что там разы в перенихе стоит, то есть вывих коленной чашке, то возможно, что в этом и есть проблема. Там механическая хромота, то есть, это не... Есть три вида хромоты вообще. Соответственно, если это хромота механическая, да, то тогда, то есть... Вот есть три вида хромоты. Неврологическая, боль и механическая. В чем смысл, в чем разница этих типов хромот? Первое в том, что при неврологической хромоте пациент, ну, собака-кошка, они не знают, что, как стоит лапа. То есть, она ставит лапу, но не понимает, где. А если эта хромота связана с болью, кошка или собака, ну, в данном случае, наши собаки, да, они наступают на лапу, у них появляется сигнал, о-о-о, болит лапа, и они переносят вес на другую, на другие лапы. А если речь идет о механической хромоте, то собаке не больно, боли нет никакой, воспаления нет никакого, но собака не может... Нарушена механика движения конечности. То есть, боли в принципе нету, да, но механически из-за того, вот сейчас вам просто покажу, чтобы было понятно, собака не может ходить. Почему собака это не может ходить? Ну, ничего не болит, но она не может ходить, потому что у нее какой-то дефект развития соединительной ткани, и ее сухожилия просто не в состоянии удерживать суставы. Видите, можно... Собаке не болезненно, но эти она не может, потому что ее связки не работают. Вот, и запястный сустав можно просто повернуть на 360 градусов, ей не больно, ну, просто на таких лапах она не может ходить. Это механическая хромота будет. Видите, можно просто повернуть не больно, потому что соединительная ткань, она не имеет нужной эластичности, да. Поэтому можно взять и повернуть лапку. Просто на 360 градусов и ей не больно. Это механическая хромота. Вот. При отсутствии лапы тоже будет механическая хромота. То есть, собаке была опухоль, удали ей лапу. Собака хромает, но она хромает. Почему? Потому что у нее просто... То есть, механически она не может ходить, потому что у нее просто лапы нет. То есть, вот в чем смысл. У этого кота ортродез запястного сустава, и поэтому он тоже хромает, но боли он не испытывает. Похожий вариант может быть и в вашем случае, а может быть и нет. Вот. То есть, приблизительно вот так. Значит, вопрос из инстаграма, насколько должны и должны ли быть увеличены показатели желчных кислот для подозрения шунта. Значит, смотрите, есть пациенты, у которых вообще нормальные желчные кислоты, и у них есть шунт. Вот. Потом. Шунт — это очень большое понятие. Оно состоит из огромного количества разных вариантов. То есть, количество шунтов — как отпечатки пальцев. Безграничное количество. Они разные. Поэтому они бывают хорошие, бывают нехорошие. Некоторые шунты надо врожденные убирать, некоторые приобретенные надо увеличивать, ну и так далее. Поэтому слово шунт — это, бывает, маленькие, скажем так, шунты внутри печени, да. То есть, когда мимо гепатоцита кровь проходит, это тоже будет шунт. Поэтому бывают варианты. Но если мы видим, что уровень желчных кислот высокий, мы говорим, что у собаки точно шунт. Но если уровень желчных кислот нормальный, но есть другие изменения, например, ураты, мочи или еще что-нибудь, да, то мы тогда мы говорим о том, что у собаки все равно может быть шунт. Поэтому желчные кислоты — не стопроцентный показатель наличия шунта у собак и у кошек. Вот. Поэтому такой бывает вариант. Вот. И если у нас больше нет пациентов, то тогда мы через неделю... Еще есть вопросы? Если есть еще вопросы, давайте я на них отвечу. У нас есть пациенты, у которых мы находили шунты, врачи нашей УЗИ-диагностики. — Прошу про лечение, извините, эзинофильного миозита. — Как лечится эзинофильный миозит? — Да. — Эзинофильный миозит лечится глюкокортикостероидами. Долго. — Спасибо. — Но эмуносупрессивная терапия, ну, обычно это, там, предминалондекс, метанон и, там, что-нибудь. Вот из глюкокортикостероидов — долго. Вот. То есть, если поставлен такой диагноз, то вот так он лечится. — А долго — это длительный срок? — Вплоть до пожизненно. Мы говорим полгода, иногда, там, чуть меньше, иногда несколько месяцев. Иногда бывают рецидивы, тогда опять приходится лечить. То есть, это очень индивидуально. Все иммуно-опосредованные болезни лечатся очень индивидуально. Так же, как, то есть, собственно говоря, как лечится воспаление эзинофильный миозит? Да, он точно так же, как лечится, как энцефалит неинфекционный, точно так же, как неинфекционный энцефалит, иммуно-опосредованный полиартрит. Ну, полиартрит, наверное, похуже, потому что там очень большие органические, ну, структурные нарушения в суставе. Поэтому, наверное, чем-то похуже. Вот. Ну, все, что иммуно-опосредованные вот эти заболевания, ну, они лечатся долго либо пожизненно. С очень частыми вероятностью, ну, с большой вероятностью то, что может быть рецидив. Более того, мы не говорим, что мы его вылечили, мы говорим, что пациент, мы добились хорошей, долгой, длительной ремиссии у пациента. Вот. Приблизительно вот так. Ну и все. До свидания. До новых встреч. В диком формате присылайте уже исследования. Хоть, ну, что, уже сложно, что ли. Вот. До свидания. До новых встреч. 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 Продолжение следует...